Меня зовут Юлия Беклемешева, я занимаюсь инфо-турами в центральном офисе туроператоров Ансан. Сегодня у нас с вами будет вебинар по Дагестану. Регион рассмотрим как пляжное направление. Там сейчас прекрасная погода, самое время отправлять наших туристов на отдых, на море, с хорошими и очень доступными ценами. Все вопросы, пожалуйста, которые будут возникать по ходу нашего вебинара, я прошу вас направлять в чат и все постараемся разобрать. Коллеги, Дагестан – это не только страна гор, но и замечательных широких песчаных пляжей. Омывается Дагестан Каспийским морем. Регион – один из крупных республик Северного Кавказа. Столица Дагестана – это город Махачкала. Там тоже есть свои пляжи, об этом я подробнее обязательно тоже расскажу. Сама республика многоциональная, очень лояльная, невероятно гостеприимное отношение к туристам. И все это в сочетании с очень вкусной едой, отдыхом на морском побережье и замечательных экскурсионных возможностей. Это все гарантирует нашим туристам отличный отдых в регионе в полном объеме. И вот как раз для наглядности приводим в цифрах увеличения туристического потока в республику с 2018 года до настоящего времени. То есть рост на 7%. Это хорошие показатели. Вообще с учетом того, что направление было совершенно неизвестно на рынке, но год от года Дагестан все более популярным становится у наших туристов. Если раньше сюда приезжали в такой полудикий отдых, и долгое время наши туристы не рассматривали Дагестан в качестве места для отпуска, просто потому что ничего не знали об этой республике. И не знали до тех пор, пока вот два года назад буквально те туристы, которые вернулись из Дагестана, начали привозить из региона потрясающие фотографии, видео. Вот. И, соответственно, вот возник такой интерес, спрос. И это точно так же с ростом спроса регион наводит порядок в туристической сфере, делает очень такой качественный прорыв в плане сервиса и очень активно развивается. В регионе все говорят на русском языке, такой без преувеличения подход. Все для гостя, то есть хозяин может себя в чем-то ограничить, но абсолютно все сделает для гостя. По традиции начнем с нашей полетной программы. В Дагестан мы летаем на уральских авиалиниях, это наши чартерные рейсы. Мы поставили рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Махачкалу. Вот, посмотрите на этом слайде, можете сделать даже скрин. Время в полете из Москвы 3,5 часа занимает, из Екатеринбурга немножко поменьше, там где-то около 3 часов. Аэропорт прибытия у этаж. По прилету, после получения багажа, наши туристы подходят к стойке Фонсан и их уже встречают наши гиды. Сам аэропорт небольшой, вот несмотря на свое международное значение, он такой небольшой, компактный, никто не запутается из наших туристов, не потеряется, просто там невозможно, все очень удобно. А после встречи с гидами всех туристов провожают к минивенам. Вообще надо отметить, что касается передвижения туристических групп, на больших автобусах там будет очень затруднительно передвигаться, это связано уже с дорогами на Северном Кавказе, они не такие многополосные, широкие, поэтому группу возят на минивенах. Но все очень удобно, потому что минивены оснащены кондиционерами, очень удобные сидения, всегда на маршруте есть вода, то есть никакого дискомфорта наши туристы испытывать не будут. Вот обратите внимание, заезды получаются до 26 августа по субботам. У нас также есть туры на регулярных рейсах, насколько я помню, там и уральские авиалинии летают, аэрофлот, победа. Также есть возможность забронировать только отель, hotel only, поэтому, соответственно, этим нужно обязательно воспользоваться, такими предложениями. Коллеги, сейчас вы уже видите на карте все наши крупные такие регионы отдыха в Дагестане, сразу можно будет понять их расположение и удаленность от аэропорта. Для наших туристов это имеет значение, они задают такие вопросы, и, соответственно, для вас тоже будет понятно, что с расположением. Но, в принципе, вообще все недалеко. Вот смотрите, например, самый отдаленный регион Дербент в 110 километрах всего от аэропорта у этаж. Махачкала в 25 километрах, Каспийск вообще в 10, это самый ближайший, и Сбербаш там 45 километров, ну и Дербент, как я говорила, 110. Вот, значит, соответственно, когда все-таки, да, лучше ехать в Дагестан, это тоже вопросы, которые обязательно, значит, нужно в этом ориентироваться, выделяют высокий сезон. Высокий сезон в республике длится где-то с мая до сентября, начало октября. Летние месяцы традиционно самые жаркие, солнечные, полностью прогретое море, поэтому можно смело рекомендовать туристам там отдыхать. И, соответственно, ну вот, да, лучше всего июнь-август как раз, и пару недель, первые две недели сентября. Температура там комфортная. Сейчас вот я вот сегодня прямо проверяла, какая там погода в Дагестане, это плюс 25, очень солнечно, и погода у них в этот период, она ниже 22 не опускается никогда и выше 30 не поднимается, в принципе, в прибрежных районах, поэтому очень все комфортно. По нашим программам и ассортименту мы предлагаем как пляжный вариант отдыха, да, в том числе и hotel only, как я говорила, так и экскурсионные программы, что очень удобно. Теперь давайте перейдем непосредственно к региону, остановимся на пляжном отдыхе, вот как раз на фотографиях вы видите пляжи Махачкалы и Дербенда. Стараюсь, вот эта вот фотография, это пляж Махачкалы, а вот здесь вот это пляж Дербенда, значит, замечательный вот этой вот набережной, очень красивый. Махачкала – это, как я говорила, столица республики Дагестан, на берегу Каспийского моря, сам город южный, такие там хаотичные довольно застройки. Ну, знаете, надо отметить, что такой градостроительной линии стройной там нет, сами местные жители все это видят, сами про это говорят, ну, это такое вот наследие 90-х. В Махачкале три пляжа. Пляжи городские, не оборудованные, там есть кафе, но это такой, в общем, все-таки бюджетный вариант. Туда также приходят местные жители, но все-таки предпочитают выезжать на пляжи соседних регионов, преимущественно пляжи Дербенда. Пляжная линия, как вы видите, да, она широкая, и это особенность всех пляжей в Дагестане – широкая береговая линия, то есть все туристы смогут очень комфортно там расположиться, места всем хватит с такой вот широкой пляжной полосой. Почти везде пляжи песчаные, есть небольшие участки на пляжах Дербенда с каменистым заходом, но все-таки, я считаю, это не будет проблемой, во-первых, потому что это пляжи дикие и не оборудованные, и, в общем, к пляжной зоне отелей не относятся. Их можно и обойти, если это, допустим, кому-то помешает. Заход везде пологий, очень удобный, такой сразу большой глубины ее нет, вот, но и того, что, например, необходимо далеко заходить в море, да, чтобы найти нормальную глубину, тоже такого нет. Центральный городской пляж Махачкалы пользуется основным спросом. Он где-то от центра расположен, ну, минут 10-15 пешком. Теперь давайте рассмотрим Дербент. Дербент, как я говорила, в 110 километрах от аэропорта, где-то по времени чуть больше часа занимает трансфер. Очень красивый город, мы когда там были, он невероятно всем понравился. Очень древний, со старинными кварталами, вот эта вот историческая крепость Нарынкала. Сейчас я ее покажу, вот на этой фотографии. Вот она, вот эта крепость Нарынкала. Очень мощные стены. И в переводе с персидского означает Нарынкала солнечная крепость. И действительно при дневном свете она таким очень красивым медовым цветом прямо светится. Город очень теплый, с особой атмосферой и колоритом. Расположен Дербент прямо на берегу Каспийского моря. И за это его очень ценят любители пляжного отдыха. И очень красивые виды открываются на высокие горы. Значит, древние кварталы, о которых я говорила, их называют магалы, это такое тоже уникальное явление городское. Сами местные жители нам говорили, что это уже сводит с ума всех доставщиков интернет-заказов, почтальонов, потому что там путается, что это за магал такой. А это вот у них, допустим, пятый магал и так далее. Дом такой это. Вот они путают. Значит, что еще можно отметить уже в современном Дербенте? Это поющие фонтаны. Вот на этой фотографии центральный. Тоже невероятно красивое зрелище. Это современное строение, светомузыкальный фонтан. Огромный, в 70 метров, в котором устраивает целый шоу. Вода в нем так прям огнем горит. Это второй символ Дербента. Огромная территория занимает 5 тысяч квадратных метров. И вот под звуки музыки там периодически начинаются разные шоу. Очень яркая подсветка. Ну, так вот, чтобы оценить все прелести технологий. Очень классно так. И шоу, естественно, они проходят после заката. Такая особая атмосфера. Работает фонтан, соответственно, выходные и праздники. Вот это тоже есть такая особенность. Ну, и давайте отметим набережную Дербента. Вот на этой фотографии. Очень красивая набережная. Там вся инфраструктура есть. Разные кафе, рестораны, небольшие магазинчики. Там по вечерам собирается очень много людей. Там местные жители, туристы. Все выходят там гуляют. Вот такое очень приятное место для прогулок. И она вот отлично так дополняет облик города. С беседками, фонтанами, кафе. И концерты там тоже проходят. Вот, поэтому вообще так очень колоритно на самом деле. Теперь давайте перейдем к нашим отелям. Начнем с топ и хита продаж отеля Golden Beach в Дербенте. На сегодня это один из лучших отелей Дербента для семейного отдыха. Вот можете тоже сделать скрин экрана. Прошу обратить вас внимание, что отель у нас на гарантии. Сам отель расположен на первой береговой линии. Собственный пляж. Нам всем очень безумно этот отель понравился. Он действительно отличный. Вот несмотря на то, что все пляжи в Дагестане муниципальные, отели некоторые ставят напротив свои зонтики-шезлонги и огораживают территорию. Есть такое. Вот там это собственный пляж. Также есть бар на пляже. Обязательно, что нужно отметить про этот отель, есть в отеле горки. Это тоже для наших туристов, особенно те, кто с детками приезжают. Это для них важно. Горки есть как для взрослых, так и для детей. И для деток есть еще детский бассейн. По питанию. Там в отеле завтрак в формате шведский стол. Где-то в пяти минутах проехаться от отеля есть ресторан «Оазис». Вообще никаких проблем с питанием в республике нет. Потому что это всегда есть, где покушать. Невероятно очень вкусная кухня. Об этом тоже поговорим. По этому отелю еще что нужно отметить. Все номера с балконами. И на балконах такие у них очень симпатичные кресла-качалки с мягкими подушками. Так мило очень смотрится. Везде доступен бесплатный Wi-Fi. Номера в отличном состоянии. Ну, соответственно, горки, бассейн, они работают в летнее время. Вообще отель замечательный. Отметьте для себя, рекомендуйте обязательно лучший семейный отель. Вот сегодняшний день в Дербенте. И от центра Дербента, о котором мы сейчас поговорили, то есть есть что посмотреть за пределами отеля. До центра Дербента где-то 2,5 километра. Далее. Следующий отель, который мы предлагаем нашим туристам, это Дербент Premium & Spa. Что сразу нужно отметить? Отель современный, находится прямо в центре Дербента. Очень комфортабельные номера с собственным бассейном, рестораном. Значит, там даже есть такой акватермальный комплекс и находится комплекс в самом городе Дербенте в 5 минутах ходьбы до пляжа. До самого пляжа 350 метров. Городской песчаный пляж. Wi-Fi предоставляется бесплатно для гостей. И отель работает на завтраках. Значит, можете отметить, что магазины и рестораны в отеле примерно где-то 10-15 минут прогуляться можно, то есть без проблем. Вот, в плане что-то себе там купить или где-то поесть. На территории отеля также есть 2 ресторана. То есть можно и на территории отеля это сделать. С питанием нет никаких вопросов. И рестораны там с азербайджанской, кавказской, европейской кухней замечательные. Есть бар при ресторане. Вот, еще также наши коллеги, которые там отдыхали, отметили в качестве рекомендации ресторан «Озеро». Ресторан «Озеро» тоже недалеко от отеля. Очень тоже классная кухня. Вот, поэтому рекомендуйте. В центре Дербента современный отель с очень хорошими комфортабельными номерами. Коллеги, если есть какие-то вопросы, вы задавайте, пожалуйста. Далее, отель «Метрополь». Ну, вот этот отель, значит, он рядом с красивой набережной. Да, значит, на набережной в Дербенте. На набережной, как я говорила, кафе, рестораны. Очень здорово там прогуляться. Вот, отель на первой береговой линии. Песчаный пляж. Отель работает как без питания, так и на завтраках. И тоже, пожалуйста, обратите внимание, у нас в отеле есть номера на гарантии. Очень красивый, такой уютный, просторный номера. Там расположение хорошее, замечательный персонал, обслуживание. Вот, поэтому по этому отелю тоже обязательно, да, вот, такая крепкая рекомендация. Далее, отель «Зури». Значит, что мы отмечаем? Отель новый, совершенно новый, современный отель. Городской песчаный пляж. С очень хорошим заходом, но заход там в море везде, он хороший, удобный, пологий. Где-то вот 680 метров, где-то, ну, третья береговая получается. Отель работает без питания, но на первом этаже отеля есть ресторан, где можно будет покушать. В отеле отличные номера, как вы видите, качественные номера, большие, чистые, стильные. Вот, и по своему удачному расположению, да, такой в шаговой доступности от набережной и центра Дербента, да, там, где прогулочные улицы, магазины, рестораны и кафе, то есть вся инфраструктура рядом, она, соответственно, присутствует. Вот, поэтому в номерах все, что необходимо для комфортного отдыха туристов есть. Вот, поэтому новый отель, вот, для наших туристов, в котором вот именно хочется, отель совершенно новый, значит, такой вот с классным ремонтом, вот, пожалуйста, тоже можно смело предлагать. Далее. Отель All Town Derbent, такой небольшой бутик-отель, также новый отель, современный, значит, у нас есть номера на гарантии в этом отеле, цены очень интересные и лояльные, я вот сама проверяла лично на сайте, можете посмотреть, очень туристы будут довольны рекомендацией, будут обязательно возвратными клиентами у вас. Отель действительно очень интересный, как вы видите, он спроектирован, построен такой в формате лофт, очень модном, и использовали интерьеры в отеле, такие вот там природный камень и дерево, он тоже очень стильно, очень красиво смотрится, поэтому обратите внимание на данный отель, в отеле бесплатный Wi-Fi для гостей, дом моря 700 метров, вокруг вся необходимая инфраструктура есть, что очень важно, там за все вот эти вот прогулочные улицы в пешей доступности все располагается, но если нужен именно центр города, центр Дербенда, то до центра примерно 7-10 минут, но и так там довольно оживленное место, то есть можете отметить, что рядом с отелем вся инфраструктура есть, до центра чуть-чуть проехаться, вот поэтому точно так же отмечаете, да, для себя, что вот этот All-Town Дербенд бутик-отель в стиле лофт, новый, современный, очень интересный. Значит, ну, санаторий Каспий, это такой тоже топ-продажа Дагестане, потому что это санаторий старейший, на первой линии Каспийского моря, территория огромная, зоны отдыха оборудованы, очень просторный песчаный пляж, есть открытые бассейны с аквапарком, там танцевальные, спортивные площадки, есть три источника с минеральной водой, все номера с ремонтом, кондиционером, телевизором, холодильником. Надо отметить, что санаторий располагает отличной лечебной базой и, соответственно, условиями для комфортного отдыха и оздоровления. Значит, получается, вот видите, да, к размещению предлагаем номера категории стандарт двухместный, гарантированные номера с 3 июня, вот поэтому тоже посмотрите, там вот уникальное сочетание моря, леса, горы, это как главная достопримечательность этого санатория. По курортной карте, если, допустим, ваши туристы будут вам задавать такие вопросы, ну, санаторно-курортная карта там в обязательном порядке не требуется, но мы рекомендуем, если у туристов это есть, то, соответственно, они могут это взять с собой. Если этого нет, то на первом приеме у терапевта специалист уже сам назначит процедуру по необходимости. Вот. Значит, по этому отелю, что еще я должна отметить, что на лето мы квоту продали, для бронирования доступна осень. Вот, поэтому смотрите, уже осень. От пяти ночей и более в стоимость включены оздоровительные процедуры, а именно ванны, массаж, физиотерапия, лечебная гимнастика, там, минеральная питьевая вода, йодобромная вода, аромофитотерапия и парафинотерапия. Вот столько процедур оздоровительных, они от пяти ночей уже включены в стоимость тура. Что касается деток, для детей в санатории есть детская площадка, мини-зоопарк, детский бассейн. Вот. По питанию отель работает на трехразовом питании, завтрак, обед, ужин. Блюда, там, большое разнообразие, шведский стол. Вот. И обязательно в меню там каждый день включены овощи и фрукты. И с октября, можете отметить по этому санаторию, именно у нас цены снижены, снижены на 30%. Вот. Поэтому обязательно рекомендуйте. Это такой тоже топ-продаж санаторий Каспий. Далее гостиница Лотос в Дербенте. Значит, отель работает на завтраках. Очень понравился туристам, да, санаторий Каспий. Да, Татьяна, вы знаете, это очень здорово, что туристам понравилось, потому что действительно санаторий, он отличный, и там очень комфортно, вот, замечательно можно отдохнуть. Это правда. По поводу гостиницы Лотос, да, отель работает на завтраках. Бесплатный Wi-Fi для гостей отеля. По поводу пляжа. Значит, песчаный пляж городской, он находится рядом с отелем, минут там 3-5 максимум, ну, 3 минуточки даже так, с хорошим заходом. Есть в отеле бассейн открытый и для детей. Также есть бассейн. Детки вообще всегда в восторге от этих бассейнов. Персонал очень любезный в отеле, такая красивая небольшая территория, планировка интересная, вкусная еда. По поводу инфраструктуры, где-то в 5 минутах ходьбы от отеля есть небольшой магазинчик. До набережной с кафе минут 30-40 нужно будет пройтись, или минут 10 на машине, ну, где-то так. Вообще, очень хорошая такая домашняя атмосфера в отеле, заботливый персонал, там есть возможность готовить себе еду. На территории отеля 4 бассейна, значит, ну, вот для купания детей в море, например, там где-то на протяжении 100 метров не более, там, небольшой такой заход, да, вот деткам там как раз будет удобно. Вот, во дворе гранатовые деревья растут, вот рядом небольшой супермаркет, несколько там тоже маленьких продуктовых магазинчиков есть, а во дворе есть казан, мангал, есть столы такие с лавочками, ну, то есть вот очень такая домашняя, очень милая обстановка, приятно посидеть среди гранатовых деревьев. Вот, так что вот виды на море там, конечно, шикарные открываются, поэтому тоже, пожалуйста, рекомендуйте туристам вот такой вот отель «Лотос». Немного информации, да, коллеги, если по отелям есть какие-то вопросы, я могу там вернуть или слайд, или, соответственно, задавайте. По нашим экскурсиям, да, потому что в Дербенте, вообще в Дагестане, не только в Дербенте, конечно, есть что посмотреть, экскурсий очень много, они очень интересные, ну, вот, как обзорная экскурсия по Махачкале, да, поскольку этот город такая удобная база, чтобы смотреть регион, отправиться, да, как любая столица, это деловой город со своим темпом, ритмом, много машин, ресторанов, магазинов, кафе, инфраструктура очень развитая в городе, и это очень такой быстрорастущий город. Вот. Основные локации, которые мы предлагаем, это вот можно посмотреть, да, что именно там можно посмотреть и в Махачкале. Про пляжи я уже говорила, напомню, да, что в Махачкале там три городских пляжа. Вот, да, они пользуются спросом, особенно центральный пляж, вот, приходят туда местные жители, приходят и наши туристы, вот, но, тем не менее, все-таки, конечно, они предпочитают пляжи Дербента. Далее, обзорная экскурсия по Дербенту, ну, тоже традиционно, конечно, обзорная экскурсия, которую мы предлагаем, тоже, как мы уже с вами понимаем, есть что посмотреть, невероятно красивый город. Вообще, надо сказать, что за свою такую бурную молодость Дербент, он завоевывался, отвоевывался много раз, переходил от одного правителя к другим, и вот, потому что расположение у него такое стратегически выгодное, вот, и он вообще служил воротами на Великом Шелковом пути, связывая Европу-Азию, вот, поэтому там достаточно много за него боролись. Экскурсии там, блистательные экскурсоводы проводят по всей территории крепости на рынке Алла. Вот, у каждого экскурсовода такой небольшой микрофончик, всем будет все слышно, вот, поэтому очень удобно. Обязательно нужно на крепостные стены подняться, потому что открывается с высоты потрясающий вид на город, на Каспийское море, все это нужно снимать, фотографировать, плюс поющие фонтаны, да, кафе, рестораны, очень такие гостеприимные люди, и если, значит, ваши туристы выберут Дербент, и один из отелей, который мы сегодня с вами рассматривали, они, конечно, будут очень довольны такой локацией, и с удовольствием погуляют по Дербенту и по набережной. Далее, Сулакский каньон и Бархан-Сары-Кум. Ну, это тоже топ региона, две разные экскурсии, которые мы объединили в одну. Марина, по поводу вашего вопроса, как море по температуре. Вы знаете, я могу вам так сказать, что вообще вот характерная такая особенность Каспийского моря, море быстро прогревается, да, потому что вот поначалу там такой глубины обрывов никаких нет, с очень хорошим заходом, поэтому, в принципе, уже и в мае можно купаться. По поводу температуры воды. Ниже не будет, она там выше, вот что касается, например, по поводу всего сентября, нет, ниже она не будет, море так быстро не остывает. Значит, по купанию в октябре, давайте так, если с погодой, например, да, везде же, ну, бывает по-разному, бывает, как вот погода капризничает, если с погодой будет достаточно ровно, да, то есть она вот так вот летние месяца, она у них держится, значит, до 30 с плюсом, то, конечно, море не успеет так быстро остыть, и, допустим, там, начало октября можно захватить, можно захватить. Оно не будет каким-то таким холодным студеном, да, когда ты там буквально забегаешь на минуточку и тут же обратно. Нет, такого не будет, оно так быстро не успеет просто остыть. Вот, поэтому, да, вы можете, ну, соответственно, туристам рекомендовать комфортный отдых в сентябре, я вам больше скажу, для тех туристов, которые не слишком любят жаркую, да, такое жаркое лето, вот, то как раз в прибрежной зоне осенью очень тепло, очень комфортно, то есть в пределах 25 градусов, осадков там выпадает немного, то есть где-то за месяц один-два дня, вот, что касается осени. Вот, поэтому, да, да, можете совершенно спокойно рекомендовать. Вот даже вот коллеги говорят, что сегодня купались в отличная вода, ну, вот, видите. Что касается, Елена, записи, да, обязательно будет запись вебинара. Значит, все наши архивные записи мы оставляем во вкладке «Академия», «Вебинары», вот, и вот там вот вам нужно выбрать направление «Дагестан», и, соответственно, будет запись вебинара обязательно. Вот, так что, да, можете, без опаски, можете рекомендовать. По поводу вот этой вот экскурсии «Сулакский каньон» и «Бархан-Сыры-Кум». Как я отмечала, да, экскурсии, они разные, но мы их объединили в одну. Ну, это, конечно, обязательно, я считаю, вообще к посещению такая экскурсия. Мы там были, всем, конечно, как всегда, не хватает времени все посмотреть, насладиться. Отмечайте для туристов, для себя, что если есть камера, пусть берут, и вы тоже берите, потому что, конечно, эту всю красоту нужно снимать. Мы каньон показываем с разных ракурсов, там есть смотровые площадки. Вот, и летом, например, мы для наших туристов предлагаем также пройтись на катерах таких небольших вдоль канала. И вода вот этой реки Сулак, она такого лазурного цвета, я вам сейчас покажу. Видите, да, вот на этой фотографии, вот, вот это вот Сулакский каньон. И действительно вода без преувеличения, без всякого фотошопа именно такого цвета, очень красивого. Вот, и вот это вот все великолепие, да, наши туристы смогут увидеть. Это вообще самая известная посещаемая достопримечательность таким под открытым небом, главное такое туристическое место. Экскурсия начинается утром, вот, и рассчитана на весь день, вот где-то, да, в пределах 9 часов продолжительность. Вот, поэтому, конечно, нужно удобно, да, чтобы, ну, экскурсия на весь день, нужно удобно одеться, обязательно удобная обувь, можно водичку с собой захватить. Вот, то есть удобная спортивная одежда и обувь для туристов, да, для вас, для туристов, вот для всех тех, кто на эту экскурсию поедет. И экскурсия на Бархан-Сырыком, это такой кусочек пустыни в России. Кстати, там вот в том числе были съемки фильма «Белое солнце пустыни». Вот там снимали как раз вот на этом Бархане-Сырыком, вот на этой фотографии, вот он. Вот так вот он выглядит. Ну, это вообще, надо сказать, что происхождение Бархана неизвестно до сих пор, непонятно, откуда он появился. Все там как в настоящей пустыне, действительно водятся скорпионы, змей, нужно себе подножки смотреть. Ну, это не то, чтобы они там прям бегают, вот так пешком ходят, нет. Но смотреть все равно нужно. Подниматься к Бархану, ну, где-то вот получается там подъем, ну, около 800 метров по вымощенным таким мостикам. Я не могу сказать, что это какой-то очень тяжелый подъем, и там нужна какая-то особая физическая подготовка. Нет, вот в данном случае этого не надо, но подъемчик есть. Вот, значит, вот там с разных сторон ветра, которые дуют, да, они вот эти вот сформировали Барханы, и выглядит это как такое вот песчаное море. Очень красивое зрелище, вот, поэтому обязательно тоже рекомендуйте туристам, да, которые будут у вас спрашивать, а что, собственно, кроме пляжного отдыха, да, кроме отдыха в отелях, кроме моря, что еще можно посмотреть, куда можно выйти, поехать, вот, в том числе, вот эту экскурсию Сулакский каньон, Бархан-Сыракум, рекомендуйте. Далее, еще одна из экскурсий, которую мы предлагаем, Гамсутль плюс Гунип, тоже экскурсия на весь день, где-то, да, порядка 10 часов. Это вот мы посещение аула Гамсутль в летнем сезоне предлагаем и высокогорного села Гунип. Аул Гамсутль или аул Призрак, вот на фотографии, вот он, вот так вот он выглядит. Значит, его вообще еще даже называют Дагестанский Мачу-Пикчу. Такое очень красивое атмосферное место, мы тоже были все под очень такими сильными впечатлениями, когда туда были. Вот что касается здесь подъема, да, вот расположен Гамсутль на вершине горы, нужно будет уже, вот там привозят туристов к трассе, да, и нужно будет от трассы подниматься около 5 километров, где-то 4,5 километра, да, не меньше. Ощутимый подъем, но по хорошей дороге, там таких каких-то ухабов или что-то, ну, плохая дорога там этого нет, дорога хорошая, но подъем ощутимый, это правда. Вот, выглядит Гамсутль как такое продолжение горы, на которой он расположен, и вот чем ближе подходишь, тем ты вот можешь различать эти очертания зданий, вот, ну, предположительно жить там, конечно, было непросто, очень сейчас аул в таком полуразрушенном состоянии, но тем не менее сохранились каменные арки, вот, можно там часто видеть таких парящих орлов над аулом, вот, очень атмосферное место, а до середины 20 века это был Гамсутль небольшим таким населенным пунктом, там была и школа, и магазины, вот, и в само село вела автомобильная дорога, очень древний Гамсутль, вот, и, соответственно, сейчас вот-вот, ну, соответственно, он такой необитаемый этот Гамсутль, очень красивая тоже экскурсия, очень красивое место. А крепость Гунип, значит, находится она на Гунипском плато, окружена такими горными вершинами, потрясающая природа, климат, целебные памятники, и вот эта крепость расположена около села Гунип, вот, собственно, вот в честь этого населенного пункта ее и назвали Гунипской, и на сегодня сохранилась там небольшая часть стен, ворота в крепость, ну, тоже такое, вообще вот выделяют три части в Гунипе, нижний Гунип, верхний и природный парк, и части разделены скальными ступенями такая, основная часть, она находится в верхнем Гунипе, там есть такая центральная площадь, вокруг нее несколько кафе, можно расположиться, со смотровой площадки там очень красивые виды открываются, вот, и, соответственно, тоже, знаете, вот, как бы, Гунип вообще часто называют селом, который парит в небесах, кажется, что вот облака здесь прямо по улицам идут, солнце 310 дней в году светит, на самом деле надо отметить, что экскурсий гораздо больше, чем вот сейчас мы упомянули, такие самые знаковые, что ли, упомянули, там есть что посмотреть, вот, поэтому будет очень интересно абсолютно любым туристам побывать в Дагестане. Дагестан – это, как я говорила, многонациональная республика, у народов очень такая самобытная, богатая история, традиции, обычаи, обряды, и также уникальность в географическом положении, потому что Дагестан у нас между Европой и Азией, там проходил, как я говорила, великий шелковый путь из Европы в Китай, один из великих путей шелковых, вот, и поэтому, конечно, очень интересно в таком ярком, красочном регионе будет всем побывать. По кухне Дагестана, да, Елена, я с вами тоже полностью согласна, это эмоции на всю жизнь, да, совершенно верно. По кухне Дагестана, ну, это, конечно, вообще отдельная тема, там потрясающе работают с мясом, с тестом, очень много специй используют в готовке, в основном блюда, конечно, из мяса преобладают, это вот мясо-барашка, это самое любимое у местных жителей, тесто встречается почти во всех рецептах, поэтому туда приезжая, конечно, обо всех диетах, это просто забываем напрочь, вот, не получится с этим, все хочется попробовать, все невероятно вкусно, ну, вот, то есть они предпочитают применять продукты, которые есть почти у каждого человека на кухне, вот, и такие вот в сочетании, да, вот они много трав туда добавляют, чеснок, кинза, тмин, и в итоге такие вкусные острые кушания с уникальным таким вкусом получаются, вот, ну, свинину в Дагестане не употребляют, поскольку каран запрещает ее есть, поэтому подавляющее большинство это вот баранина, реже говядина, ну, иногда даже можно попробовать конину, есть и такое, вот, и, значит, вот часто хлеб, например, они заменяют лепешками, которые они сами готовят, и лапшу они также делают сами, молочные продукты, естественно, используют, и вот, как вот на этом слайде, наиболее такие популярные национальные блюда на Кавказе и в Дагестане в частности, это то, что нужно обязательно там попробовать, вот, ну, всего, конечно, не добавишь, но, тем не менее, да, вот это основные, по поводу дресс-кода в республике, о чем нужно предупреждать туристов, да, Елена, очень хороший вопрос, ну, смотрите, значит, Дагестан, в общем, это достаточно светское государство, это правда, и когда мы там были, в общем, надо сказать, что местные жители одеваются практически, как мы с вами, там может быть чуть меньше, да, коротких юбок, но, тем не менее, все-таки предупреждайте туристов, да, чтобы им самим было комфортно, там не будет такого, что кто-то будет подходить, делать замечания или что-то, ну, могут как-то посмотреть, наверное, немножко с любопытством, вот, но предупредите туристов, что вот, например, чем дальше от городов, да, например, выезжают на те же экскурсии, конечно, лучше всего воздержаться от слишком коротких юбок, вот, это не означает, что юбка должна быть в пол, нет, ну, слишком какие-то такие короткие, откровенные наряды, наверное, что-то такое попроще лучше одеть, а, в принципе, я могу сказать, что, конечно, в Дагестане они там сами любят хорошо одеваться, такие очень красивые женщины, надо сказать, вот, ну, и там были в разных самых местах, и в ресторанах, и так далее, вот, там, на самом деле, такие ухоженных красавиц увидели достаточно много, вот, поэтому государство светское, есть некоторые особенности региона, да, я, ну, надо все-таки отметить, что они есть, вот, ну, мини-юбки дома и короткие шорты, ну, вы знаете, ну, скажем так, я бы, например, ориентировала туристов, что, ну, просто чтобы, наверное, чуть-чуть попроще, да, не совсем прямо такая очень-очень короткая, откровенная одежда, да, ну, такая, некой стиль, по колено там совершенно нормально все будут реагировать, и будут себя комфортно чувствовать наши туристы, поэтому каких-то уж прямо чересчур строгих запретов нет, все в меру, вот, давайте вот на золотой середине я, пожалуй, бы остановилась, вот, наверное, так, по дресс-коду. Значит, по кухне, да, что нужно, мы отметим по нашим, по блюдам, ну, первое, урбеч, вот он, вот такой, значит, что это из себя представляет, это традиционнейшее блюдо на Кавказе, урбеч, это такие перетертые разные семена и орехи со сливочным маслом и медом, получается такая густая красивая масса, вот, кофе с урбечом обязательно нужно попробовать, мы себе все привезли, и там ели, и привезли обратно, значит, из Дагестана, и в подарок из себя вот этого вот урбеч, он действительно необычный такой, очень-очень вкусный на самом деле. Чудо, вот, видите, это, на самом деле, чудо надо было назвать, это блюдо национальное, но тут, по-моему, вообще ни одно застолье не проходит без этого блюда, это такие лепешки с начинкой, которые пекут на сухой сковородке, вот, готовят, вообще-то, конечно, в разных районах республики по-разному, да, но, тем не менее, вот, как правило, между лепешками вкладывают там, например, бараний или говяжий фарш с зеленью, могут добавить туда и тыкву, или сыр, картошку, даже творог, вот, мы ели и такие вот эти вот лепешки, смазывают все это сливочным маслом, складывают в стопочку в закрытой посуде, и вот-вот выносят на стол, все это невероятно вкусно, вообще просто потрясающе, вот, обязательно нужно попробовать, далее, вот такая вот абрикосовая каша, вот, и вот сверху вот эта вот эта кашка, она полит урбичом, тоже такое, знаете, горское лакомство, в сезон урожая кашу готовят из свежих абрикосов, а вот в остальное время из такое, из перетертых через сито высушенных вот абрикос, ну, курага, да, по нашему, вот, и, соответственно, раньше в горных районах было не так много сладостей, да, поэтому вот такое кушанье готовили вместо десерта, очень вкусное, нежное, ароматное, вот, как я сказала, да, обязательно поливают сверху урбичом, вот, и уже вот это вот перед подачей горячую кашу поливают, перемешивают с маслом, вот, если, например, подают холодный, то, да, в центре делают такое углубление, все равно урбич добавляют, такая подача, она считается традиционной, вот, и если, например, на столе присутствует там лепешечка или хлеб, то вот ее вот в эту кашу так обмакивают, люля-кебаб, да, ну, из баранины в виде рулета, мясо, безусловно, мясо на углях, это все точно так же не обходится за столе без таких блюд, и, конечно, хинкал, вот здесь вот левый верхний угол, хинкал, ну, вот, знаете, как нам говорили сами местные жители, вот сколько народов в Дагестане, сколько, столько и рецептов хинкала, это такое тоже традиционнейшее блюдо кавказской кухни, очень популярное в наши дни, ну, оно что из себя представляет, это такие вареные в мясном бульоне кусочки теста, и подаются они тоже с бульоном, вареным мясом и соусом, вот, вот хинкал. Что касается чая, то надо сказать, что, конечно, ни один народ, наверное, на Северном Кавказе не пьет столько чая, сколько там, и заваривают чай там с альпийскими травами очень душистыми, и это все придает очень такой особый вкус напитку невероятный, вот, поэтому, как вы видите, все это обязательно, все сразу хочется попробовать. Ну, кюрзе, вот здесь вот кюрзе напоминает наши пельмени, только их, видите, вот в таких вот, вот, такими косичками их, как бы, да, заплетают, закрепляют, вот, тоже, соответственно, мясной фарш туда вкладывают. Что, соответственно, можно привезти с собой на память, в подарок тем, кто там еще не был, помимо, да, замечательных положительных эмоций, впечатлений. Ну, вот, например, в Махачкале на сувенирный шоппинг, это вот на рынок можно, да, в специализированные магазины отправиться. А вообще в подарок, ну, в частности, привозят там и сухофрукты, и лакомства, да, там, курагу, инжир, чернослив, конечно же, урбечь, безусловно, также привозят мед. Ну, по цене где-то урбечь, если это темный лен, вот, без добавления, да, вот, просто вот чистый такой урбечь, это где-то от 200 рублей, от 300. Цены, надо сказать, вообще внутри региона более чем лояльные, абсолютно подъемные, поэтому это тоже такой приятный бонус для всех, кто, соответственно, там отдыхает. Цены там хорошие, интересные. Вот, ну, из молочных продуктов привозят сыр, овечи или сулугуни тоже, вот, лучше покупать домашние, все дают, пробовать без проблем, поэтому, вот, понравилось и сразу взяли. Чаи, конечно, травяные специи, вот, продают чай как привозной, так и местный, который собирают в горах, то есть там вообще, вот, в Махачкале, в Дербенте, в других городах, там очень много чайных таких ресторанчиков, чай хана называется, вот, поэтому там, конечно, чай оттуда тоже привозят. Вот, вот, еще, вот, я помню, там собирают мяту, душицу, чабрец, все это сушат, и вот это вот, вместо чая вот такие ароматные напитки тоже заваривают, тоже, собственно, можно привезти. Ну, конечно, коньяк, республика, она своей коньячной продукцией тоже славится, его можно приобрести как в магазинах коньяк, так и в магазинах коньячных заводов. Вот, то есть без проблем, значит, можно приобрести. По поводу алкоголя, если, например, у вас туристы будут вам задавать вопрос по поводу покупки алкоголя, никаких проблем там с этим нет, это вот по поводу как раз, да, там, значит, нравов в республике. Единственное исключение во время месяца Рамадана, да, вот купить алкоголь в Дагестане будет непросто. Можно, конечно, но это все будет не совсем официально, вот этот момент, пожалуй, можно учесть, да, если, ну, как бы вот в это время туристы попадают, да, и захотят привезти вот этот вот коньяк в качестве подарка друзьям. И в супермаркетах его тоже не найти, вот, поэтому это где-то там вот в Рамадан надо будет доставать. В остальное время алкоголь в Дагестане можно совершенно свободно купить. Вот, также можно привезти очень вкусные вина, не только виноградные, но и фруктовые, вот, поэтому без проблем. Где-то бутылка 75 миллилитров, не помню, по-моему, около 700 рублей, что-то в этом роде. Ножи, кинжалы, да, вот мужчинам в подарок, там, для ценителей, любителей холодного оружия тоже можно приобрести. Одежду такую настоящую горскую, горскую бурку или папаху, вот мы там, вот, вот с такими вот папахами, да, которые вы видите, мы там прям несколько себе покупали, потому что, ну, невероятно, все так колоритно смотрится. Да, поэтому не удержались, тоже купили. Алкоголь продается в отдельных магазинах, в обычных магазинах не встречали. Елена, мы когда были в Махачкале и в Дербенте, я о крупных регионах говорю, да, вот, совершенно спокойно заходишь в обычный супермаркет, который, как у нас с вами выглядит, вот, и такие же отдельные полки, может быть, просто не в таком количестве, стоят вина, стоят коньяки, совершенно спокойно можете купить. Вот, поэтому мы приобретали не только вот на, простите, пожалуйста, не только на фабрике коньячной, но и так вот в свободном доступе в магазинах, поэтому, да, было. Серебряные украшения также можно, да, кубачинское серебро. Вообще, надо сказать, что село Кубачи, это такое село в горной части республики, на весь мир оно прославилось своим промыслом, они изготавляют серебряные украшения с особой такой техникой чернения. Невероятно красивые украшения, вот, например, там комплект сережки и кольцо можно от 2,5 тысяч рублей приобрести, то есть вот серебро настоящее там с инкрустацией, поэтому вот очень такие лояльные цены, вот, и, соответственно, можно вот это все там приобрести. С каждым годом, да, вот если вот некоторый итог подвести, с каждым годом все больше туристов приезжают в Дагестан, возвращаются с очень яркими впечатлениями наших туристов, там увидят и природу великолепную, воздух чистейший, увидят древние города, да, попробуют вкусные блюда национальной кухни, ну и, конечно, такое вот радушие, гостеприимство местного населения, это тоже обязательно не оставит никого равнодушно, нам это главные причины, которые вот нужно, по которым посетить Дагестан, но я абсолютно уверена, что те коллеги, кто уже там побывал, добавят еще и свои причины, вот, и, соответственно, мы нашим туристам поможем во всех вопросах, там сейчас прекрасная погода, много солнца, много тепла, вот, такой очень подходящий отдых для, значит, отдыха, для отпуска с семьей, с компаниями, что касается, значит, нужно отметить, вот сейчас проверяйте на сайте, у нас ближайшие заезды на 29 июля, если просто отель бронировать 7 ночей, и Old Town Derbend, о котором мы сегодня говорили, и Derbend Premium, тоже замечательные совершенно цены, вот, в сити-турах тоже можно их смотреть, эти же отели, вот, очень-очень лояльные, очень хорошие и гарантированные места, поэтому проверяйте, 29.07, вот, соответственно, вот эти отели можете предлагать смело нашим туристам. Далее, коллеги, ну, давайте, традиционно к нашей викторине подойдем. Я вас попрошу, я сейчас вам задам вопрос, вы в чатике напишите ответ, ну, давайте, такой несложный, напишите, назовите, пожалуйста, на данный момент лучший семейный отель в регионе. Так, да-да-да, вижу, Любовь, да, да, совершенно верно, все молодцы, да, Любовь, вы были первые, но я всех благодарю, очень внимательно все слушали, запомнили, да, действительно, вы правы. Значит, Любовь, смотрите, я вас попрошу вот эту почту, которую вы сейчас видите на экране, вот эту, event, собачка, маркетинг, собачка, да, facetravel.com, вот ее себе спешите, напишите, пожалуйста, нашим коллегам в отдел маркетинга о том, что вы принимали участие в вебинаре по Дагестану, пляжному Дагестану и выиграли в викторине, а наши коллеги уже сориентируют, обязательно вам вручат приз, но я абсолютно всех благодарю. По поводу рекламного тура, Светлана, обязательно будет и, скорее всего, осенью. Вот традиционно мы проводим, значит, весной и осенью инфотуры, да, то есть как перед началом сезона и как в завершении сезона. Могу вам сказать, что вот на катерах уже здесь, да, я вам говорила, что мы предлагаем вот эти, значит, прогулки в летнее время именно на катерах по Сулакскому каньону, все тут зависит от погоды уже, если, например, это будет осень, да, такая глубокая, ноябрь, например, то там будет ветрено и, соответственно, этой прогулки может не быть. Вот, а так каньон все равно посмотрите, все увидите, смотровых площадок и так далее, то есть это все будет обязательно. Вот, поэтому рекламный тур будет, коллеги, да, и, конечно, мы всех будем очень рады видеть в качестве участников, публикуем мы инфотуры в разделе Академия, да, рекламно-информационные туры, поэтому просматривайте. Вот, еще также, вот, для вашего удобства подписывайтесь на нас в соцсетях. Вот то, что вы сейчас видите, телеграм-канал, да, Fonsan Today, Fonsan Profi, это контакты, и Инстаграм Fs Travel Profi. Вот, на наши группы, потому что на всех наших площадках мы всю информацию размещаем всегда не только по инфотурам, не только по нашим мероприятиям, но, естественно, все наши акции, какие-то новинки, прямые эфиры из отелей, розыгрыши и так далее. То есть, чтобы быть в курсе самых интересных событий, обязательно вот себе сейчас сделайте скрин, подпишитесь на нас в соцсетях, вот, потому что это вот будете всегда в курсе всех событий. Я вам желаю всем очень хороших продаж, пожалуй, обращайтесь к нам по всем интересующим вопросам, всегда будем очень рады вам помочь. Соответственно, коллеги, если есть какие-то вопросы, можете написать, давайте разберем, если, соответственно, не осталось, вот, то потом, если что-то вспомните, в любом случае к нам обращайтесь, всегда поможем, любой вопрос, он обязательно без ответа не останется. Вот, поэтому еще раз я вас благодарю за внимание, всем хорошего дня, вот, и... Субтитры создавал DimaTorzok